Несмотря на то, что ведущие нефтепроизводители мира продлили срок действия соглашения о сокращении добычи, цены на черное золото на мировых рынках снижаются. О том, с чем это связано, мы поговорим сегодня с доктором экономических наук, профессором Эльшадом Мамедовым. Он уже присоединился к нам в студии. Здравствуйте, Эльшад Ягубович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему рынок нефти так странно отреагировал на продление сроков соглашения о снижении добычи черного золота? Разве цены не должны были взлететь? Думаю, такая реакция со стороны аналитиков, трейдеров и в целом энергетического рынка в первую очередь связана с тем, что ожидания, связанные с данным заседанием ОПЕК, были чрезмерно высоки. И это касается обоих направлений. В первую очередь это связано со сроками пролонгации данных соглашений, потому что, как мы знаем, назывались со стороны экспертов цифры в 12 месяцев, а то и более. С другой стороны, мы знаем, что высказывались предположения о более резком физическом объеме сокращения добычи нефти. Но я считаю, что решение, которое было принято ОПЕК, было абсолютно закономерным. И, правда, некоторые эксперты считают достаточно осторожным, но я считаю, что такой подход ОПЕК абсолютно закономерен. И он опирается на те существующие реалии, которые сейчас сформированы на энергетических рынках. И в этой связи, в целом, я считаю, данное решение абсолютно сбалансированным и правильным. Как вы отметили, почему срок продления соглашений именно 9 месяцев? То есть, изначально обсуждалось продление и полугодовое продление, и продление на 12 месяцев. Почему именно 9 месяцев? Хватит ли этого времени для стабилизации рынка нефти? Я считаю, что данное решение, в первую очередь, связано с осторожной позицией ОПЕК по данному вопросу. И мы знаем, что резкая волатильность на энергетических рынках, на рынках энергоресурсов, которые мы наблюдали за последние три года, достаточно сильно ударила по национальным экономикам практически всех нефтедобывающих стран и экспортеров нефти. И если обратить внимание на макроэкономические показатели всех этих стран, то мы можем увидеть, что по основным макроэкономическим показателям в этих странах существуют серьезные структурные проблемы. И поэтому вот такое решение ОПЕК, несколько осторожное, я думаю, в первую очередь продиктовано именно этими факторами. Что касается вопросов того, будет ли этого времени достаточно для стабилизации нефтяного рынка, то я считаю, что данное решение оптимизирует ситуацию на нефтяном рынке до конца этого года и в первом квартале 2018 года. Чего мы ожидаем от продления соглашения? Стоит ли ожидать взлета цен? Думаю, о резком скачке цен на нефть говорить не приходится, потому что я считаю, что основные причины, препятствующие резкому повышению нефтяных цен, кроются далеко не в решениях стран, входящих в картель, и даже далеко не в решениях тех стран, которые поддержали данное решение. Я считаю, что основные причины, препятствующие резкому повышению цен на нефть, кроются в позиции Соединенных Штатов Америки, а также, в частности, позиции основных нефтедобывающих предприятий и фирм, действующих на территории Соединенных Штатов Америки. И здесь, думаю, имеется два существенных фактора. Первый из которых связан с резким технологическим прорывом и так называемой сланцевой революцией. Мы знаем, что с начала 21 века на территории Соединенных Штатов Америки произошли поистине революционные изменения в сфере нефтяной добычи. И второй фактор – это, конечно же, позиция правительства Соединенных Штатов Америки. И здесь стоит отметить, что позиция как прежней американской администрации, так и нынешней, которая заключается в препятствовании резкому повышению цен на энергоносители, для того, чтобы не позволить экономическому плану усилиться основным геополитическим конкурентам Соединенных Штатов на мировом пространстве. Господин Ягубович, благодарю вас за то, что вы присоединились сегодня к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо.